Виктор Янукович стал антиагитатором Виктор Янукович стал антиагитатором и экс-президент призвал украинцев голосовать за кого угодно, кроме Петра Порошенко 19. Коммерсанты от 6 февраля 2019 года 18.5 бывший президент Украины Виктор Янукович сегодня выступил на очередную пресс-конференции в Москве Он признался, что хотел бы как можно меньше говорить о себе и как можно больше о ситуации на Украине По словам господина Януковича, если нынешний президент Петр Порошенко будет переизбран, то последствия могут быть непредсказуемыми Поэтому, считает он, в народе Украины должно расти желание прийти и проголосовать за кого угодно, кроме господина Порошенко А вот от разговора о его конкурентах на выборах Виктор Янукович тщательно уходил и не сказал ни хорошего, ни плохого Очередная пресс-конференция Виктора Януковича прошла без каких-либо сюрпризов В подобной риторике он придерживается с 2014 года Поэтому новыми можно было назвать лишь его высказывания по актуальным вопросам Например, о недавней травме на теннисном корте, приговоре по делам о гасизмине и пособничестве в войне против Украины Или преследовании другого украинского политика Виктора Медведчука Учитывая, что господин Янукович заходил в зал, заметно прихрамывая, было ясно, что он еще не полностью восстановился По его словам, в зале, где он занимается теннисом, было открыто окно, а всю ночь шел проливной дождь, из-за чего экс-президент и поскользнулся Я получил надежду, что смогу заниматься любимым спортом Месячишко и снова буду на корте, успокоил собравшихся бывший президент Украины Он сказал, что его адвокаты в ответ на решение Киевского суда, приговорившего его к 13-му годам лишения свободы Уже подали документы в следственные органы, чтобы начать следствие Кто же на самом деле виноват в потере Крыма Кто нарушил Конституцию Украины и совершил военный госпереворот Кто расстрелял невинных людей, которые вышли на массовые акции протеста И правоохранительные органы, которые стояли на защите законности Ответить на эти вопросы, по словам господина Януковича, необходимо, потому что последние пять лет страна живет во лжи Также господин Янукович прокомментировал соглашение об урегулировании кризиса в Украине С оппозицией, подписанная им в качестве президента в 2014 году Гарантами этого договора выступали лидеры стран ЕС Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули как лоха Заявил господин Янукович При этом он уточнил, что никто с них ответственность не снимал и не снимет Господин Янукович добавил, что много раз и много лет обращался к лидерам стран ЕС Но ответа так и не получил Что касается уголовного дела, возбужденного против Виктора Медведчука Экс-президент оговорился, что никогда не питал симпатий к Медведчуку и часто был не согласен с ним Но такое обращение недопустимо по отношению к любому гражданину Украины Доверять решениям украинских судов Виктор Янукович нужным не считает и характеризует процессы как театрализованные представления Потом он неожиданно заявил, что на Виктора Медведчука может готовиться покушение У меня есть информация о том, что создана спецгруппа из 12 человек, которая работает в этом направлении Заявил он, не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по мне тоже Поэтому я призываю правоохранительные органы Украины не выполнять указания преступной власти Кто выдвинул свои кандидатуры на выборах президента Украины При этом ключевой задачей Виктор Янукович считает избрание на президентских и парламентских выборах 2019 года Первые пройдут 31 марта, вторые осенью, неких свежих лиц Но говорить о ком-то конкретно он наотрез отказывался Хотя журналисты задавали ему этот вопрос несколько раз Когда вопрос звучал широко, есть ли на Украине политические силы, которые вы поддерживаете Господин Янукович сослался на то, что список кандидатов в президенты Украины слишком большой И он не знает программы этих политиков, но будет рад любому, кто выступает за нормальную жизнь Затем немецкая журналистка сузила круг и спросила, не считает ли он свежей кровью комика Владимира Зеленского Который в настоящее время выбился в лидеры рейтинга, а также смотрел ли Виктор Янукович его сериал «Слуга народа» По сюжету которого президентом Украины становится именно свежее лицо киевский учитель Василий Голобородько Но Виктор Янукович уклонился и от этого вопроса, сведя все к прежней мысли Прогнозы, которые пишут различные политологи, сводятся к тому, что антирейтинг существующей власти не позволит ей победить Когда наконец корреспондент твердый знак в самом конце выкрикнул вопрос Как Виктор Янукович относится к Юлии Тимошенко главному системному конкуренту Петра Порошенко, которую он точно не может не знать Господин Янукович лишь посмеялся и ответил, я уже все сказал Отметим, что, по словам Виктора Януковича, он по-прежнему живет в Ростове-на-Дону и даже иногда выходит прогуляться по улицам этого города Иногда выхожу прогуляться по улицам Ростова, как будто я иду в Донецке Здрасте, здрасте, здрасте Это Ростов сегодня Куда ни глянь там украинца, рассказал экс-президент Украины Он пояснил, что эти люди выехали с Украины из-за тяжелого положения в стране и, если бы выборы были честными, Киев не стал бы закрывать избирательные участки на территории России, дав возможность проголосовать и им Крым украинский Тогда откройте избирательные участки и там и дайте людям проголосовать за украинскую власть Развил он эту мысль Но сам же пояснил, что это невозможно, так как на честных выборах у Петра Порошенко нет никаких шансов Января официально объявил о своем вступлении в президентскую гонку Он будет добиваться переизбрания на второй срок в качестве независимого кандидата Выступая на форуме «Откруть до Брюсселя» Мы идем своим путем И эффективно дать ей отпор Читать далее Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...